Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Оля про Германию, и сегодня у нас первое видео из серии видео про Дюссельдорф, ваша любимая тема. Я уверена, что этих видео будет точно не одно, потому что Дюссельдорф – красивый город, где есть что посмотреть. Сегодня мы с вами прогуляемся по главным достопримечательностям, которые находятся в центре. Сейчас мы находимся на главной площади Дюссельдорфа. Это рыночная площадь, с которой начинается одна из главных достопримечательностей Дюссельдорфа. То, чем славится Германия – это пивная улица. Дюссельдорфа Пивная улица Эта улица считается самой большой барной стойкой в мире, потому что на площади 300 метров расположилось более 50 разных пабов. А если сюда взять еще и набережную, то эта барная стойка увеличится в раза полтора или два. Сейчас здесь, конечно же, все закрыто, ничего не работает и народу не так много, поэтому покажу вам пустую пивную улицу. Предполагаю, что в нормальное, обычное время здесь прям туса-туса, особенно вечером. А сейчас у нас есть шанс посмотреть на эту улицу с необычной стороны, такой, какой ее можно увидеть очень редко. Вот, собственно, начало этой улицы и вот так далеко она туда уходит. Как видите, ничего не работает, все закрыто, тишина, но люди все равно гуляют, ходят, кушают на улице. Вот тут целая очередь завыстроилась за чем-то, не знаю зачем, наверное, за чем-то вкусненьким. Секунда рекламы. Если у вас есть свой бизнес, вы эксперт и продаете свои услуги или хотите стать блогером и прокачать свой личный бренд, то вам просто необходимо развивать свой YouTube канал. YouTube занимает лидирующие позиции среди самых популярных площадок, а видеоконтент 80% всего трафика. Ну и, собственно, реклама. Если вы не знаете, с чего начать или у вас уже есть канал, но вы не знаете, как его развивать, приходите ко мне на онлайн-консультацию. На консультации мы подробно разберем ваш канал, все его сильные и слабые места для того, чтобы их исправить и не допускать в дальнейшем. А если у вас еще нет канала, то мы его создадим и настроим так, чтобы у YouTube не было шансов вас не заметить. С консультацией вы уйдете с четким пониманием того, что нужно исправить и как развиваться в дальнейшем. У вас будет целый конспект с планом дальнейших действий. Узнать подробности и записаться на консультацию можно по ссылке под этим видео либо в шапке канала. Жду вас на консультацию. Сейчас мы находимся в самом центре Дюссельдорфа на центральной улице, которая называется Королевская аллея. И идет она вдоль вот этой реки Дюссель, а с той стороны вдоль улицы располагаются всякие разные магазинчики. А вот здесь вот на этом самом месте раньше находился дом поэта Генриха Гейна, который родился в Дюссельдорфе. И дюссельдорфцы, конечно же, этим гордятся. Оригинальный дом Генриха Гейна, к сожалению, не сохранился. Он сгорел в 42 году. А сейчас здесь находится книжный магазин. В каждом городе кто-нибудь родился, какая-нибудь известная личность. И потом ей посвящают какие-нибудь здесь здания или организации называют его именем. Вот, к примеру, в Дюссельдорфе есть университет имени Генриха Гейны. А вот, собственно, и набережная. Посмотрите, сколько народу. А вот там вот, прямо за мной, вы видите один из символов Дюссельдорфа, это телевизионная башня. В вечернее время она исполняет еще и функцию часов, которые являются одними из самых больших часов в мире. На эту телевизионную башню можно подняться наверх и оттуда откроется вид на Дюссельдорф. А на другой стороне Рейна мы можем увидеть один из самых элитных районов Дюссельдорфа. Кстати, ребята по Дюссельдорфу, как и по многим другим городам Европы, устраиваются бесплатные пешие экскурсии Free Walking Tour. Продолжительностью они два часа всего и гид вас проведет по самым крутым, самым таким главным местам этого города. Я два раза пыталась записаться на эту экскурсию, но так как сейчас карантин и ничего не работает, я была единственным человеком, который записывался оба раза, поэтому оба раза экскурсия не состоялась. Но я обязательно схожу, когда все наладится, обязательно схожу и покажу вам, как это все проходит. Также в Дюссельдорфе можно поехать на экскурсионный тур на автобусах с русским гидом наушников. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ребята, я надеюсь, вам понравилась наша сегодняшняя экскурсия. Я обязательно буду снимать для вас больше. Ставьте лайки, пишите комментарии, что вы хотели бы увидеть в следующих выпусках. Обязательно для вас посниму. Увидимся в следующих видео. Сними меня, как я стою на мосту. Просто стою. Не снимай, как я ем. Я сейчас отберу твой телефон. О боже, что это? Трышак. Это... Сейчас тоже пока нельзя, но в обычное время можно. В самом центре Дюссельдорфа... Блин. В глазах взмущалась. Алгоритм, маф, Ютуб. Алгоритм, маф, Ютуб. Замкин Корректор А.Егорова